На библейский портал Экзегет поступил вопрос, если скрывать от других, что соблюдаешь пост, чтобы получить дар от Господа, не будет ли это отречением от веры? Во-первых, сам Господь нам заповедовал, что когда мы постимся, мы не должны быть как лицемеры, которые всем показывают, что они постятся, но наоборот нужно умыть свое лицо, помазать голову елеем или какой эквивалент сейчас этого есть, надо причесаться, вымыть голову как следует и так далее. Мазать маслом голову, наверное, сейчас никто не будет, но тем не менее смысл понятен. Смысл состоит в том, что мы должны вести себя не просто как обычно, но даже как-то особенно по-праздничному. Это чувствуют очень многие люди, которые вступают, ну, например, в Великий пост. Великий пост всегда воспринимается церковными людьми как праздник какой-то. И вот этот наступающий праздник мы отмечаем не унылыми лицами, мы отмечаем, как действительно событие серьезное в нашей церковной жизни. И, конечно, для нас бывает немножечко странно, когда мы слышим о том, что мы должны таиться, таить вот этот свой подвиг, постный от других людей. Действительно, есть такие моменты, в которые нам даже нужно не говорить о том, что мы постимся. Это, кстати говоря, довольно часто случается и со священниками или с теми людьми, которые, например, ухаживают за больными. Они приходят в гости, и вот тот человек, за которым ухаживают, он решил сделать сюрприз верующему человеку и во время Великого поста как смог приготовил что-то, ну, не совсем постное, скажем. И наши правила церковные в этом случае дозволяют человеку, который пришел к этому болящему, для того, чтобы помочь, человеку, очевидно, неимущему, бедному, который, может быть, на последние деньги решил порадовать приходящего каким-то особенным блюдом. Так вот, мы не должны становиться в позу фарисея и говорить, нет, сейчас у меня пост, ты приготовил, ты хотел меня порадовать, но я отказываюсь, это есть для того, чтобы формально соблюсти пост. Пост не состоит только в том, чтобы отказаться от определенного рода пищи. Мы должны соблюдать пост таким образом, чтобы в первую очередь угождать Богу, которому пища наша совершенно безразлична, а очень важна наша душа, а во-вторых, тем людям, которые от нас в какой-то степени зависят. И в особенности тем людям, которые не имеют возможности порадовать нас чем-нибудь иным, кроме как вот пищей. Поэтому, в том случае, если, дорогие зрители, вы за кем-то ухаживаете, например, за тем, кто не очень разбирается в столовых установлениях, и если этот человек решит вас угостить во время даже и великого поста чем-нибудь не очень постным, и будет понятно, что он делает это от чистого сердца, то, пожалуйста, не обижайте этого человека. Съешьте то, что он вам дает, помолитесь и за него, и за себя, что приходится формально нарушать пост, но формальное нарушение поста в данном случае, как мне кажется, не будет нарушением реальным, настоящим, потому что вы сделали это по любви. Но бывают и другие ситуации. Бывает, что мы приходим в гости во время великого поста или других постов каким-то нашим друзьям, которые, в общем, представляют себе, кто мы такие. Если это священник, как я, например, то, конечно, наши знакомые прекрасно знают, что я священник. Или если вы люди глубоко верующие, ходите в церковь, скорее всего, и чаще всего ваши друзья и родственники тоже знают, что вы соблюдаете пост, что для вас это очень важно. И придя к таким людям домой в гости, вы неожиданно обнаружите, ну неожиданно тут в кавычках, конечно, обнаружите на столе в том числе и скоромные блюда. Вот так люди подготовились к вашему приходу. В этом случае нужно ли не обращать внимание на постные установления? Я считаю, что в этом случае как раз нужно объявить этим людям, что ты постишься. Это будет свидетельством, вашим свидетельством о том, что законы церковные для вас не пустое место, что законы церковные для вас значит очень много. Такая позиция обычно вызывает уважение. И в следующий раз эти же самые люди, которые вот так легкомысленно накрыли стол, уже будут спрашивать о том, а что можно, а что нельзя, а может быть и я попощусь. То есть для них это будет свидетельством некоторым, свидетельством искренности вашей веры. А иногда бывает и так, что люди искушают специально. А вот проверим, какая вера у этого человека. А вот дадим ему курочку, поставим бутылочку вина во время поста и посмотрим, как человек к этому отнесется. Человек ест недозволенную пищу, недозволенную в это время церковного года. И за ним внимательно, поверьте, очень внимательно наблюдают. А потом рассказывают, ну верующие все такие. Они только говорят, что они серьезно относятся к вере. А по-настоящему для них все очень несерьезно. Я сам был с таким-то батюшкой, я сам был с таким-то алтарником, я сам был с человеком, который ходит в храм. Я поставил ему курицу во время великого, поставил с большим удовольствием, ее съел и ничуть и не возразил. Так что все они лицемеры, все они только говорят, что соблюдают все так, как нужно. А на самом деле для них это ничего не значит. Они только заставляют других верить в то, что они сами верующие. А на самом деле это пустое. Мы не верим потому, что эти люди сами не верят в то, что они проповедуют. И тут как раз это будет наша контрпроповедь, антипроповедь. Надо очень внимательно смотреть за тем, кто перед вами. Но это общая рекомендация. Но и во время поста, да, не надо на показ что-то делать. Но скрывать особенно, что ты постишься, мне кажется, не особенно это нужно. Я знаю, что большим соблазном для некоторых было, например, сравнительно недавно, несколько лет назад, появившееся в интернете... Ох уж, фотография в интернете, как некий батюшка во время поста зашел в Макдональдс, тогда он еще действовал, и съел там какой-то гамбургер. Потом оказалось, что это гамбургер с рыбой, а в то время можно было употреблять рыбу. Но какой соблазн это доставило людям, которые поверили, что и батюшка оказывается, очень известный батюшка, зашел во время поста в этот ресторанчик и там оскоромился. Надо обращать внимание не только на саму пищу, но и наше свидетельство о том, что эта пища для нас, хотя и не приближает нас к Богу и не удаляет от Бога, но для нас это установление церковное. А церковь мы слушаемся и призываем других тоже исполнять все ее заповеди. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok